Зои Дишанель. Зои Дишанель – обладательница очаровательной внешности. Но, как и ее героиня в мелодраме «500 дней лета», девушка не так проста, как кажется. Актрису обвиняют в излишней вспыльчивости. Она грубо общается с фанатами и ни во что не ставит коллег. Ариана Гранди. Ангельски милая певица умудрилась сама же разрушить свой образ. Несколько лет назад Ариану ловили на разборках в кафе, она тайно облизывала пончики на витрине. Но главное – драма в ее жизни связана с любовными делами. Выяснилось, что одного из своих парней артистка увела у только что родившей подруги. Это уже совсем низко, подумали фанаты и отвернулись от кумира. Александра Яковлева. Советская красавица Александра Яковлева была особой свободолюбивой. Она ненавидела, когда ей кто-то управляет, в том числе режиссеры. С коллегами она строила сомнительные отношения, нажила немало врагов. Некоторые отказывались сниматься вместе с Яковлевой, ведь знали, что характер у нее непростой. Лейсон Утяшева. Многие побаиваются Лейсон Утяшеву из-за ее ревности. Любой взгляд, слово, шутку или касание в сторону мужа Павла Воли она оценивает как попытку соперничества. Бывшая гимнастка не стесняется в выражениях, когда пытается защитить свое. Поэтому лучше не лезть к ним в семью. Джулия Робертс. Джулия Робертс была открытой и милой начинающей актрисой. Однако после оглушительного успеха фильма красотка ее жизнь изменилась. Робертс требовала заоблачные гонорары, слишком свободно общалась в режиссерами, считая их ниже себя. Стивен Спилберг даже назвал ее хамкой после съемок «Капитана Крюка». Виктория Лопарева. Виктория Лопарева, модель и телеведущая, любит устраивать скандалы. Однажды в самолете она закинула ноги на соседние сиденья, отказалась отключать телефон после взлета и обматерила всех, кто попытался сделать ей замечание. В итоге Лопареву сняли с борта под шумные аплодисмент. Ирина Алферова. Для многих советская актриса Ирина Алферова – чистый ангел, но коллеги актрисы высказываются совершенно иначе. Говорят, что Алферова знала себе цену, а потому выставляла свои требования на каждой площадке. Если ей отказывали, то она устраивала бун. Режиссеры подстраивались по актрису, лишь бы не услышать очередную истерику. Кэтрин Хейгл. К сожалению для Кэтрин, она рано зазвездилась. Наборный темперамент звезды сначала снисходительно не обращали внимания, но постепенно она перешла границы. Кэтрин быстро раздражалась, если что-то шло не по ее плану, выставляла сомнительные требования и раздражала коллег. В итоге ее перестали снимать. Лариса Гузеева. Лариса Гузеева в молодости была своего рода бунтаркой. Она могла нагрубить кому-нибудь на кастинге, например, но ее талант всегда побеждал. Актриса и сейчас позволяет себе острые высказывания, как в социальных сетях, так и в рамках передачи «Давай поженимся».